Всем здорово парни! В общем-то небольшая распаковочка, буквально на пару минут. Корпус сегодня у нас будет. Он очень большой, точнее коробка от него почему-то очень большая, не знаю. Я его еле сюда затащил, типа без шуток, без преувеличений. Он очень тяжелый, я не знаю сколько, 17 килограмм тут указано? 17 килограмм весит. Прислала его мне компания Кулер Мастер, я его не сам купил. И в чем его фишка? Он охереть какой дорогой. То есть, ну я не знаю, понимаете, вот я всю жизнь как бы почти что, ну большую часть своей жизни я был абсолютно нищий. И для меня сама мысль о том, что кто-то покупает корпус за 15 тысяч рублей, она типа, ну типа, ну вы понимаете, наверняка многие из вас также скажут, мол, да как так можно за корпус? Он же не влияет на фпс! Ну вот, короче, во мне нечто такое осталось, несмотря на то, что как бы ситуация во многом для меня изменилась. Все-таки вот это вот мышление, как бы, человека, который вечно на всем экономил, оно осталось, понимаете? Поэтому объективно оценивать по деньгам эту вещь я не буду. Очевидно, что это для другой группы людей сделано, для тех, кто себе не будет ограничивать там по цене и так далее. Он возьмет то, что ему нравится. Вот это очень важный момент. Вот, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от комментариев, хотя нет, ни от чего не воздержите, ни в чем себе не отказывайте. Какого хера? Говорите, что хотите. В принципе, я не могу вам, как бы, запретить ничего. К тому же, говорю же, я с этим согласен отчасти. Поэтому оценивать данный корпус я буду исключительно абстрагировавшейся цены. То есть я вот просто забуду ее. Да уж, блядь, такое забудешь. Ну, ладно, в общем-то я постараюсь. В общем, он очень огромный! И, вот, вы знаете, я почему-то подумал, что он фулл-тауэр. Размер коробки просто очень большой, и он очень тяжелый. Ну, вот, но, видимо, все-таки это издержки упаковки. Потому что я посмотрел характеристики, все, что я про него знаю, я чекнул. Это ATX корпус, да? То есть туда хоть и лезет E-ATX мамка, но по факту это не фулл-тауэр. Это миди-тауэр. То есть сразу хочу сказать, что прислала мне эту игрушечку компания Cooler Master в рекламных целях. То есть, ну, просто как подарок, но, естественно, с целью рекламы. Они же не дураки, просто так. То есть, естественно, они понимают, что я насчет него сделаю ролик. Как минимум два. Один на лайв-канал, и один еще в сборку пойдет. Ё-моё! Я, наверное, просто никогда не видел настолько дорогих корпусов. И у него уже необычная какая-то упаковка. Блин, тут надо со второй камеры снимать, походу. Блин, как вам показать-то, а? Блин, я вот даже не могу к себе взять. Обычно открываешь коробку, и там типа пенопласт лежит. Всё, вы убираете пенопласт, и пакет, всё, в нём корпус. Вот такого! Вот. Смотрите, что здесь. Так, надеюсь, вам всё видно. Ну, книжка, ладно, хрен с ним, она много где есть. Вот это вот что такое? Что это такое? Понятия не имею. Какая-то металлическая штука. Видно, что выполнена достаточно достойно. Низна понятия не имею, что вот такое. Походу, тут придётся нам к инструкции частенько обращаться. Дальше. Тут какая-то коробка металлическая. Нет, вроде. Или нет? Я не понимаю, что это. Смотрите, какая-то коробка. Вот я её ещё не открыл. Здесь вот такая типа soft-touch пенопласт. Блядь, не знаю, как это называется. Короче, выглядит очень круто. И тут какие-то пакеты. Блин, так-то коробка удобная на рыбалку ходить. Вот здесь блёсна разные, крючки. Так, на самом деле, а здесь у нас болты для водянки длинные. Ну, либо для вентиляторов. Так, это у нас переходник для этого, для ЛГБТ-подсветки. Дальше у нас ещё один переходник для ЛГБТ-подсветки. Так, это у нас шоцеток. О, боже, это просто... Это такая стяжечка. Зацените стяжечку. Блин, ну это просто жесть. Реально, это стяжка. Так, ещё одна такая же стяжечка элитная. Она типа, короче, на наклейке. И ещё вот такая... Короче, ну, слушайте, уже интересно. И ещё набор стяжек обычных, бомжовых, самых дешёвых, самого херового качества, кстати. У них такие заусенцы все, знаете. Но это ничего удивительного. Как БОЕМ-производитель, знаете, и такие вещи обычно, например, когда компания, производящая вот эти стяжки, прислала компании Кулер Мастер предложение со своими стяжками, я думаю, они выглядели лучше, чем в итоге сейчас. Но это такая мелочь, как бы просто сам факт. Я, ну типа, всё-всё буду смотреть, всё буду обсуждать. Так, что тут у нас ещё? У нас тут есть какая-то... Так, что в этой коробке ещё есть? Сейчас, подождите, я пытаюсь её открыть. В ней такая штука... Блин, как она открывается! Тут ещё что-то металлическое. Ещё каких-то два металлических чего-то. Не знаю, что это такое. Так, это пока уберём. Как эту штуку открыть? Так, всё, здесь больше ничего нету. Окей, хорошо. Очень прикольно, что это лежит в отдельной коробке. Ну типа, ну такого я ещё точно не... Ну это прям уже прям мажоризм лезет из всех щелей. Так, значит, все болтики рассортированы по отдельности, всех видов, каждой твари по паре, да даже больше. Всех-всех-всех. Для вентиляторов, для материнки, для блоков питания. Вот единственное, я не вижу для М2. Вот для М2, конечно, не помешало бы тоже, раз уж такие ребята с размахом всё. Есть штучка-переходник для того, чтобы накручивать вот эти стойки для материнской платы. Так, здесь что у нас? Похоже, это носовая салфетка, носовой платок. Да, судя по всему, да. Вот такая вот подмятенькая немножко. Но, блин, ощущается дорого, так скажу. Вот так, что ли, сказать правильно будет. Блин, то, что она пометая, конечно, не очень приятно. Типа... Смотрите, тебе сюрприз. Да, какой сюрприз? О, это виноград. Спасибо. Мне бы мало. Так, она, конечно, подмятая немножко. И это не очень приятно, если типа есть, я представляю, что купил. Так, нет, абстрагироваться от цены, забыть. Она очень приятная на ощупь. Такая какая-то, ну, непростой носовой платок. Типа, например, идёте такой на морозе, такую маршрутку ждёте, сопли текут от мороза. Ждёте маршрутку такой, типа, до встречи так, это как раз и так надписью так. Раз и все такие, ооо, кулер-мастер у него. Типа, ну, сразу респект будет. Ну, потому что вот кого нынче вонючим айфоном удивишь? Кого? А вот корпусом за пятнашку от кулер-мастера, вот это я понимаю. Короче, за носовой платок это респект. Кстати, а может быть им, кстати, можно не только сморкаться, может быть им можно просто корпус протирать. Вот. В общем, я думаю, многоцелевая штука. Так, открываем пенопласт верхний. Такое ощущение, что с девушки снял лифчик с пуш-апом. Этот пенопласт такой огромный. Собственно, вот что давало такой большой размер вот этой коробке. Казалось, что это Full Tower. По факту получилось, что... Ну, он очень большой, типа. Компания Кулер-мастер позаботилась о том, чтобы их очень дорогая игрушка не повредилась. Пенопласт реально просто такой богатырский прямо. Я не знаю, знаете, вот по идее вот эту штуку можно использовать как ванну для купания ребенка. Если у вас вот ребенок еще маленький, совсем там до трех месяцев, то в эту штуку можно набрать воды. Судя по всему, она герметична. И у нее хороший толстый слой. И мыть в ней. Или кошку, например. Можно мыть кошку. Ну, вот. Ну, короче, применений много. Понимаете, я опять же мыслю как нищий. Когда ты покупаешь... Ой, красавица какая. Все, красавица, закрой дверь. Давай, все. Я, понимаете, мыслю опять же как нищий. Типа, когда ты покупаешь вешу за 15 тысяч, ты должен каждый рубль оттуда вот так вот прямо использовать. Там вот каждую штуку должен... Ну, понимаете, да? Нормальный человек этим бы не стал заниматься. Так, и теперь сам корпус. Я уже вижу очень прикольную ручку. Он похож на пылесос или типа на швейную машину такую. Не знаю. Надеюсь. Так, сейчас. Как бы мне его вытащить? Однако. Давайте я попытаюсь. Так. Так, хорошо, я ее достал. Что тут у нас? Так, ну в коробке вторая часть гробика, вот этого ванны. Но она уже не герметичная. В ней купать ребенка не получится. Либо, ну типа, только одного ребенка в той части. Так, теперь коробку нам надо убрать. Так, сейчас ее как бы убрать-то, блядь. Все, коробку убрал. И сам корпус. Так, весит достаточно много. Я не знаю сколько, но это, я думаю, около 15 килограмм. То есть, вся упаковка весила 17, минус вот эта вся мишура. Я думаю, он где-то пятнашку весит. Так. Пакетик. И... Так, первое впечатление. Показалось, пердежон пахнет. Нет, видимо, это не от корпуса. Нет, нет, все отлично. Ну, у него есть легкий такой запах пластмассы. Но, в принципе, не ядовитый, ничего. Так, сразу, что очень интересно. Я думаю, такой херни вы еще не видели. Вот, как бы. Ну, может быть, даже в хорошем смысле. Я не говорю, что в плохом. Это стекло с обратной стороны. Там, где идут, проходят кабеля. Представляете, вот здесь есть стекло. Настолько, типа, ты мажор, что, типа, ты уже не знаю, куда еще каленое стекло. Ну, а еще каленого, еще. Я не знаю, насколько, типа, ну вот. Вот, оно, короче, здесь есть и здесь есть. Очень интересно. Так, здесь каленое стекло. Причем, обратите внимание, крепится на одном болту. Ну-ка, давайте его откроем. Так, давайте еще внешне посмотрим пока остальную часть. Это что такое? А, это штука... Да ладно? А это зачем так? Интересная штука. У него морда, получается, откидывается, но немного, вот так вот, на несколько градусов буквально. Она фиксируется вот в нижнем положении и в верхнем. Так, по портам. Они не крашеные. Я так понимаю, какой-то из них USB 3.0, а может быть и все. Эта кнопка отвечает, судя по всему, за подсветку. Она вот так с щелчком. Эта тоже... Стоп, нет. Теперь я уже не могу сказать точно. Тут есть кнопка со значком солнышко, а есть со значком вентилятора. Ну, наверное, какой-то из них переключает скорость вентиляторов, как Reobus, да? А вторая подсветка. Прикольно. Входы для наушников и этого. Кстати, вот эта штука зляпается очень быстро. Вот я вот только начал и все уже замызгал. Это, конечно, это... Ну, в принципе, все дорогие вещи. Если вспомнить, там, телефоны, телевизоры, вообще любая вещь вот эта с глянцевым пластиком имеет вот такое свойство. Так, вот эта откидная крышка передняя, короче, да? Я не совсем понимаю функционал. Почему она так немножко откидывается? Типа, чтобы охлаждение улучшить? Ну, наверное, кстати. Ну, интересная особенность, да. У меня были корпуса с откидывающейся дверью вбок, но это действительно неудобно. Вот то ребенок снесет, то еще что. Вот. Эту ребенок хотя тоже может снести. Вообще дети все что угодно могут снести при желании. Вот. Не знаю. Стоп. Вот я ее снял. Ну, вот снимается она без проблем. Вот так вот. Здесь вот у нее такое понтовое покрытие. Я не знаю, такое элитное. Я не знаю, с чем сравнить. Короче, ощущается круто. Ощущается круто. Даже сама крышка. Вроде кусок пластика, но она такая, знаете, увесистая. Ну, вот. Так что такая. Но, опять же, вот если всматривается поближе, вот я как бы поближе смотрю, я бы не сказал, что вещь такая выглядит премиальной. Может быть, я неправильно делаю, что тут что-то рассматриваю там, опять же, да. Вот. Но, однако, если все же таки так сделать, вот так вот поближе посмотреть, то здесь как бы видно, как вот какой-то типа скол красочки такая здесь неровно нанесено, еще что-то вот. Ну, как бы такое, знаете, это. Опять же, это, наверное, если докапываться, с расстояния вот такой вот 30 сантиметров вы уже ничего не видите. То есть никаких проблем уже нет. Вот. Ну, ладно, с этой крышкой понятно. А, ну, давайте, ладно, здесь посмотрим. Так, здесь у нас что я вижу? Здесь сетка основная идет. И помимо нее идет сразу за ней вплотную пылевой фильтр. Выполнен он не из поролона, как вот бывает иногда. Так, вот он снимается. А из второй сетка, но она такая мелкая-мелкая. Типа, знаете, как муку просеивать. Кстати, в принципе, если у вас нету сито дома и надо просеять, я думаю, эта штука покатит. Она реально очень мелкая, и можно ее будет использовать таким образом. Ну, вот. Выглядит очень качественно. То есть, я не знаю, вам зафокусируется камера или нет. Двойная сетка очень мелкая. Опять же, все равно, типа, я считаю, что если бы был поролон, он бы больше пыли задержал. Но, в принципе, тут уже, наверное, это больше субъективно, мое мнение. Потому что, в любом случае, это действительно пылевой фильтр. Это не просто сетка, он действительно очень-очень мелкий. Так что он пойдет. Так, дальше. В морде у нас два вентилятора стоит. С логотипом Cooler Master. Какого хрена? Они даже без подсветки. Ну, типа, я опять начинаю думать о цене. Вот как от этого уйти теперь? Есть два больших вентилятора. Я думаю, что это либо 140-ка, а может быть даже и больше. Я не знаю, на глаз не могу сказать, но точно не 120. Это 140, либо больше. Так, две заглушки под резаки. Ну, естественно, у меня их нет и не будет. Но, тем не менее, они есть тут, мало ли кому надо. Просто, а, так вот зачем крышка откидывается. Я тупой. Вот она зачем откидывается. Она откидывается, наверное, ну, хотя многофункциональная штука, можно сказать. Хотите, откиньте, чтобы было лучше забор воздуха. Хотите, чтобы у вас выехал резак. Так, в принципе, все допустимо. Интересная, интересная штука. Такой я еще нигде не видел. Так, давайте вернем обратно эту дверточку. То есть, в принципе, вы можете легко снимать для чистки от пыли его. Так, ага, вот, все нормально. Так, и вот эта крышечка садится, получается. Вот. Все, морду я посадил. Все отлично. Ну, да, вот она откидывается в аккурат, чтобы выехал резак. Ну, короче, все продумано. Все здорово. Интересная ручка. Ручка прорезиненная. Прямо вот, смотрите, ну, вам не видно, наверное, будет. Пальцем вот так вот делаю, деформирую. Хороший слой резины такой приятный, увесистый. Под ней вентиляционные отверстия такие, под вентилятор. Опять же, блин, ну, прикольно, реально. Блин. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крышка откинулась сама. А-а-а, я ее открутил, а я мудила. То есть она... Я понял, я ее кручу-кручу, а она все равно туго идет. Я теперь понял смысл. Эта штука нужна именно... А как она, почему обратно не идет? Так, ну-ка. Так, дверца. То есть, смотрите, дверца съемная. Вот. Но она крепится, получается, таким образом, что вам не надо 4 болта скручивать в руках, держать. Каленое стекло, кстати, что-то очень толстое. Или мне... А-а-а, нет, тут рамка. Оно из-за рамки кажется чуть толще. Нет, толщина у него стандартная, в принципе. Качество исполнения, ну, обычное, нормальное, как бы, ничего не сказать. Так, как его посадить обратно? Вот так вот. А как теперь? Я вот не совсем понимаю. Вот если оно сделано так для быстросъема, для удобства, почему... Почему она такая тугая? В общем, все, я разобрался. Оказывается, я сраный колхозник и сразу не понял. Этот болт, он и не откручивается. У него два положения. Поворачиваешь его на 90 градусов, и дверца открыта. Провернул на 90, и она закрыта. Вот и все. Она, видимо, была очень туго закручена, поэтому я что-то сразу не отдуплил. Ну, вот такой вот я лошара. В принципе, сейчас я разобрался. Чуть-чуть подтравил. Вот здесь вот регулировочный болт есть. Им подтравил, и он стал как бы нормально. Можно даже еще чуть-чуть ослабить, и тогда руками ей можно будет управлять. Так, ну хорошо, стекло вот я снял. Вот, как видите, крепление достаточно удобное. То есть, это удобно для быстрого доступа. Например, такому человеку, как мне, да, который постоянно что-нибудь там передергивает. Вот, ввиду своей деятельности. А это что такое? Тут пол сделан из какого-то куска стекла, который точками... Я даже не знаю, как это сказать. Серьезно, вот мой мозг не генерирует описание этой штуки. Тут есть стеклянный пол с такой, гравированный точечками, короче. Понятно, да? Надеюсь, понятно объяснил в этот раз. Так, ну тут уже много чего интересного. Так, сзади у нас с тыла еще один вентилятор огромный, 140-й или больше. Точно не могу сказать. По ширине сразу хочу сказать. Он очень широкий. Он очень широкий. А это что такое? Такое ощущение, что эта штука может открываться. Вот здесь вот непонятно. Какая-то вот здесь заглушка. Ну ладно, мы до нее чуть попозже еще дойдем. Значит, блок питания у нас может сниматься вот этой рамкой. Вот эта штука удобная. Где-то я такую уже один раз видел. И это, конечно, элитно. Так, сейчас мы ее подслабим. Вот эта штука, она, конечно, мелочь. Но это типа просто, когда элитно сделано, то да, конечно, почему бы и нет. Так, хорошо, что они не откручиваются вместе с этой рамкой. Вот эта рамка снимается. Берется блок питания. Прикручиваете блок питания к рамке. А потом его ставите. То есть, также можете его быстро снимать, ставить. Опять же, для тех, кто что-то часто с компьютером делает, блин, ну это, конечно, удобно. Это здорово. Барашки несъемные. То есть, отсюда они не потеряются. Это, опять же, вот у меня есть такая проблема, например. Так, хорошо, мы ее пока сняли. Снизу, значит, у нас ножка металлическая из очень толстого металла. Не помню, чтобы я видел более толстого в ножках металл. Вот, я сейчас сравниваю со своим дешевым Z3R M1. Ну, там, конечно, по сравнению с этой ножкой просто бумажная. Это, конечно, металл так металл. Сама, кстати, толщина стали. Ну, я не знаю, сколько. Нет у меня штангенциркуля, но она, это, типа, руками не гнется. Нет такой картонности какой-то. Ну, еще бы она была, скажете вы. Но мы, я все еще пытаюсь абстрагироваться от цены. Пылевой фильтр снизу. Опять же, в мелкую-мелкую сеточку. Что можно сказать? То же самое про него. Я бы сказал, что вот если бы там был вот этот поролон тоненький, он был бы более эффективный против пыли. Зато эта штука будет более эффективно пропускать сам воздух. И в то же время и пыль задерживать. Поэтому, блин, ну, наверное, все равно хорошо. То есть, одновременно она и не ограничит приток воздуха, и в то же время задержит пыль. Ну, хороший, качественный пылевой фильтр. Что про него можно еще сказать? Вот, такая вот сеточка так. Снимается он. У него здесь ручечка есть. Что у нас еще внутри? Места под жесткие диски 3.5 вместо двух корзин у нас стоит 4. Вот, пожалуйста, 4 корзины. Сами салазочки вот эти пластиковые. Но, кроме того, они еще... Ну, они мягенькие, из такого мягкого пластика. И в то же время они имеют вот эти вот силиконовые проставки здесь. То есть, жесткий диск фиксируется вот этими штифтами металлическими, но сам с салазкой непосредственно не контактирует, а лежит через вот такую силиконовую прокладочку. Вот, короче, вот посмотрите, вот они вот такие вот. То есть, в принципе, вибрация у нас будет гаситься. Это хорошо. Так, у нас 4 места по 3.5. Вот у нас 4 места. Вот здесь вот, смотрите, они получаются... Вот эта корзина, насколько я вижу, понимаю, она регулируется. Если открутить вот эти два болта, вы можете опускать, поднимать на любой уровень вот эти жесткие диски, куда вам нужно. Но это тоже прикольно. Также можно корзину снять со всем и обеспечить приток воздуха ко всей материнской плате. Да, я так понимаю, ну тоже классно. Так, заглушки для устройств, естественно, они не выламываются, а именно на барашках таких очень качественных. Но здесь все барашки прямо у суперэлитной, как бы это понятно. Так, дальше вот эти стоечки. Опять же, я не знаю, настолько крутых корпусов у меня не было, но подозреваю, что эти штуки удерживают видеокарту. Дело в том, что вот эти тяжелые видеокарты некоторые, на которых бэкплейт металлический, они со временем провисают. И как бы у них изгиб идет такой на текстолите. Вот, так вот эта вот штука, она предназначена для того, чтобы ваша видеокарта со временем не провисла. Она регулируется, то есть вот так вот болтик отстравливаете, ну вот, и подставляете ее под видеокарту. Тут, я так понимаю, можно для двух видеокарт, что ли, или это типа... Да, я так понимаю, тут для двух видеокарт, то есть если у вас SLI конфигурация, то есть вы раз опустили, зафиксировали, и вторую. Ну, это типа, конечно, очень круто, очень полезно, действительно. Это не мишура какая-то рекламная, это действительно важная штука. Также, я так понимаю, ее можно... Да, ее можно снять. Ее можно снять, как бы, если она вам не нужна, если у вас вдруг видеокарта встроена. Да, уж с таким корпусом только иметь встроенную видеокарту. Да. Ну, в общем-то, вот такая вот красота. Так, здесь вот эти штуки, это для фиксации 3-5 дисководов, то есть их не надо крутить на болты, вы просто вставили, и вот надпись LOG, то есть они будут уже удерживаться. Ну, что тут еще интересного? Так, вот эта корзина для жестких дисков тоже съемная, нижняя, вот. Я так даже понимаю, знаете что, ее можно оттуда снять и переставить ее сюда. Ну, есть конструкция такая, типа, модульная, очень интересная. А вот это вот что такое? Это тоже как-то регулируется, снимается. Короче говоря, тут очень много регулировок всяких, я точно сейчас все не увижу, но, тем не менее, постараюсь максимально. Вот здесь вот такое вот место, знаете, сразу хочу сказать, какого хрена здесь нет креплений под кулеры, ну, под вентиляторы. Сюда можно было бы два пятидесятки или даже шестидесятки поставить, но самих вот этих отверстий нету. Ну, так просто можно было бы для понта их поставить. Так, кстати, насчет водянки. Наверное, многих интересует, типа, можно ли воткнуть сюда 360 водянку, и я не могу однозначно ответить. Вот стоят 240-ки, есть еще место сверху. Влезет ли сюда 360 водянка? Реально, я сомневаюсь, может быть и нет. Вверху, потому что я тоже вижу место под две секции, но не под три. То есть, интересная штука, конечно. Так, давайте на задник перейдем. Так, я так понимаю, что ее надо, опять же, сделать на полоборота, на 90 градусов, провернуть всего. Так, воспользуюсь я вот этой штучкой. Так. Да, в принципе, все правильно. Провернул. Вот, и у нас второе стеклышко снято. Тоже оно такое же, как и первое, в принципе. Может быть, даже они взаимозаменяты. Вот это места под как будто бы SSD-накопители, да? Наверное, сюда их можно поставить. А здесь вот уже что-то стоит. А, ну я так понимаю, это контроллер подсветки, да? Тут же он есть. Тут вот уже шлейф подключен. И тут есть еще один шлейф. Это подсота питания, что ли? Не вижу я. Не вижу я точно. А так здесь можно открутить, в принципе. Сразу зачекать, что эта вся штука представляет. Так, откручиваем. И... Ну да, судя по всему, это RGB-контроллер. Тут, получается, фан-хаб такой есть. Вы можете подключать сюда вентиляторы свои. Правда, только три пины, я так понимаю, да? То есть они будут управляться через... Или через сам вот этот вот, получается, контроллер. Так, и под RGB еще места есть. По два переходники, на которые лежит. Вот, то есть это, в принципе, очень удобно. Так, ну давайте обратно ставим эту штуку. Вот здесь вот место, я так понимаю, это для того, чтобы прятать все основные кабели, да? Вот. Все равно для меня, конечно, шок, что здесь есть сзади стекло. И это стекло как раз-таки вас заставит все аккуратненько здесь укладывать красиво. Короче, открутил я эту дверцу. И вот так вот она снимается. Она металлическая. Опять же, из очень такого... Нет, кстати. О, смотрите. Ну, она немножко гуляет, вы слушаете. Ну, докапываться до этого, ну, совсем. Это даже не основная стенка. Это просто как бы штука, прикрывающая основную обмотку вот этих проводов. Поэтому все равно прилично она вполне сделана. Вот. Здесь же у нас, опять-таки, фирменные стяжечки очень качественные. Это что за разъем? Ё-моё. Я не знаю, что это за разъем. А, нет. Все-все-все. Все до меня дошло. Это Type-C, который у нас вот здесь вот есть. Вот у нас есть Type-C, получается. И вот это, скорее всего, вывод от него. Потому что на моей материнке есть такой. Так. Ну, здесь вот, как видите, очень место организовано для кабелей. Очень классно. Конкретно вот туннель. Все кабели прокладываются основные сюда. Очень все удобно. Классно. Ну, я даже не знаю, что добавить. Ну, в общем-то, вот и все. То есть, здесь у вас будут закрыты основные провода. Но все равно нахрена подсветка? Нахрена, точнее, стекло с этой стороны? Я все равно до конца сказать не могу. Потому что, в принципе, тут же нет ни подсветки, ничего. Или, подождите, или все-таки, или все-таки она есть. Так, пацаны. Короче, вот такое вот чудо получается в итоге. Камера, конечно, тут несколько искажает. Плюс, я не знаю, вы смотрите, когда уже у вас 4К есть или нет. Она как-то мерцает на камеру, переливается. На самом деле, эта штука абсолютно статична. Вот. Она никак не моргает. Просто плавно меняются цвета. То есть, ну, естественно, она будет подсвечивать, получается, вот видите, на руку светит. То есть, снизу на ваше устройство она будет давать цвет соответствующий. Вот здесь вот переключается она на морде, как я уже говорил. Вот. И вот щелкайте, вот статичные цвета. Беленький. Ну, вот. Беленький, наверное, будет самый все-таки крутой, потому что он будет просто такую подсветочку снизу давать. Вот. Ну, и пошли все статичные цвета. Основные. И плавная смена по кругу. Так, можно выключить. И вот плавная смена по кругу. Ну, вот. Но это встроенный контроллер, получается. Вы можете... Я нашел там провода. Их можно отцепить и подключить в материнскую плату. И тогда управлять программной. И там уже любые давать оттенки цвета, я так понимаю. Ну, вот. Это уже будет немножко поинтересней. Так. Далее. Что тут еще? Ариобас. Вот эта вот кнопка, насколько я понял, имеет две функции. Вот, слушайте. Нажимаю. И они начинают чуть-чуть пошумнее работать. Это практически незаметно. Вот. Но... Ну, нет. Вот сейчас вот слышно уже, да. Нажимаешь. Вот, в общем, два режима у него при нажатии меняется. Медленно и быстро. Поток воздуха реально очень хороший. Ну, вот, видимо, все-таки площадь 140 миллиметров. То есть, ну, хороший. Не площадь, точнее, а диаметр. Ну, вот. Хорошая штука. Прям дует, давит хорошо. Вот так. Вот здесь вот такая вот штучка есть. Вот. И тут вот такая вот решеточка просто. Не знаю, для чего нужна. В принципе, без нее, кстати, выглядит лучше как-то. Ну, вот. Ну, ладно, я ее пока поставлю, закрою. Она на магнитиках. И, что самое интересное, вся вот эта крышка, сама верхняя, видите, вот она снимается. Она тоже на магните. Вот. Не знаю, с какой целью это, но, блин, ну, просто прикольно. А для чего уж, конечно. Ну, вот здесь вот доступ, получается, есть к вентилятору. Так, эта ручка тоже. Вот эту вот ручку снимаете. Вот у нее болты. Ее можно снять и туда поставить, получается, два вентилятора. Вот. Здесь вот такая вот решетка. Вот. Видите, вентиляционная. То есть, этот вентилятор, который здесь стоит, он нормально будет вполне выдувать через вот эту решетку. Крепится, кстати, ручка. Здесь вот два болта. Здесь аж, короче, сколько у нее? Пять болтов получатся. Ну, короче, за него не страшно будет системник поднимать. То есть, я даже не знаю, для каких это цели. Но, в случае чего, переносить его будет очень удобно. То есть, не надо подковыривать двумя руками. Удобная штука, короче. Ну, вот. Ну, в общем, что я могу сказать. Корпус – это просто хороший корпус. Очень все продумано. Все на отличном уровне сделано. Даже с излишками, разумеется. Вот эта ручка, стекло сзади. То есть, все, что нужно пользователю продвинутому. И еще немножко сверху. В этот корпус, короче, я пересоберу свой компьютер. То есть, сейчас у меня в Z-Trail M1. Вот. Но по определенным причинам я бы хотел оттуда съехать. Ну, и плюс тот корпус мне нужен под другой компьютер. Ролик, а подробно, как он будет выглядеть в итоге, ну, на основном канале увидите. На этом все. Всем пока.